Следующая программа предназначена для зрителей старше 12 лет. Продолжение следует... Замена систем отопления, ремонт кровель и асфальтного покрытия. В Нижнем Новгороде продолжается приемка школ к новому учебному году. Сколько учреждений уже готовы? Необычная погоня, почему нижегородские спасатели в тренде и что такое альфакторная терапия, чем еще сегодня делились интернет-пользователи. Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Дмитрий Карпов, приветствую вас. Поговорим о главных событиях четверга. И вот с чего начнем. Не остаться в лесу навсегда. Последнюю неделю в Нижегородской области льют дожди. Это значит, что пошли грибы и любители тихой охоты выходят в леса. В среду потерялись двое мужчин. Судьба одного из них до сих пор неизвестна. В среднем грибной сезон, рано или поздно он начнется, теряется больше ста человек в Нижегородской области в день. Понятно, что большинство из них каким-то образом выходят или сами, или с помощью, но в прошлом году порядка 12 человек осталось лесу навсегда. Их просто не нашли. Поэтому перед тем, как отправиться в лес, внимательно изучите карту той местности, куда идете. Зарядите телефон и поместите его в герметичную упаковку вместе с зажигалкой. Не забудьте предупредить родственников о том, где вы будете находиться. Все необходимые принадлежности сложите в одну сумку, которую всегда будете носить с собой. Положите в нее средства от клещей, бутылку воды и что-то сытное. Не ходите в лес в камуфляже. Найти вас будет практически невозможно. Отдайте предпочтение яркой одежде. Если лекарства какие-то, на 2-3 дня вперед с собой обязательно. Обязательно защита от воды. Сейчас дожди пошли, кусок пленки, дождевик, все что угодно. Вот самый такой простой за 50 рублей спасет жизнь, потому что переохлаждение это очень опасно. Даже при 10-15 градусах тепла ночью в лесу уже можно замерзнуть. Очень полезный элемент вот такой свисток, потому что когда вы заблудились и кричите «Ау!», через час-через два голос сядет. Также необходим маленький фонарик, нож на веревке, которую вы закрепите у себя на поясе, таблетка сухого горючего и пластырь. Если вы все-таки заблудились, позвоните спасателям и оставайтесь на прежнем месте, постаравшись укрыться от дождя. Если не можете дозвониться до службы спасения, ориентируйтесь на линии электропередач, слушайте звуки, рядом может быть железная дорога или деревня. Ночью лучше не передвигаться, вы рискуете попасть в болото или бурелон. Собираясь в лес, выполняйте простые правила, ведь простая прогулка на час может стать последней. Откуда на Волге нефтяные пятна? Завершился второй этап обследования Бурнаковской низины. Специалисты отобрали 150 проб и отправили их на экспертизу. Источников загрязнения Волги несколько, как утверждают специалисты. Это локальные точки сброса сточных вод и Бурнаковская низина. Из-за того, что с 1882 года там велась хозяйственная деятельность, подземная часть оказалась загрязнена нефтепродуктами. В некоторых местах засорение достигает 6 метров. Водоносные горизонты, куда проникают загрязнения, имеют прямую связь с Волгой. Периодически на реке появляются маслянистые пятна. Исследования первого этапа показали довольно большое разнообразие загрязнений на этой территории, причем нечеткой локализованности. То есть выявить отдельные участки по результатам первого этапа отбора произвести не удалось. Поэтому на втором этапе настоящем мы проводили уплотнительную съемку в тех местах, в которых необходимо было выяснить конкретную границу между, назовем так, чистой территорией и загрязненной территорией. Специалисты отобрали пробы поверхностных грунтов вот из скважин глубиной 3, 4, 5, а также 20 и 22 метра. После экспертизы ученые решат, как лучше восстановить Бурнаковскую низину и оценят ущерб природе. Итоги исследований будут известны к концу года. Возможно, восстановление этого места включат в проект оздоровления Волги. В Привокском районе прошел рейд по незаконной парковке автомобилей на газонах. Пока жители домов жалуются на автомобили под окнами, у автомобилистов есть свои аргументы. Машины и грязь вместо зеленого газона. На месте лужайки металлической цепью обозначены парковочные места. Правда, тому, кто отгородил себе территорию, тоже нельзя здесь ставить машины. Данное действие правонарушения, владельцев транспортных средств, является тоже административным правонарушением. Это то есть самовольная установка объектов на территории общей пользы. И также они привлекаются к административной ответственности. Паркуются не только на газонах, но и на тротуарах. Сами автомобилисты чаще всего оправдываются тем, что вблизи дома нет специальных парковочных мест. Но у этой проблемы есть свое решение. Жители дома могут сами организовать собрание и решить, есть ли на территории место для автомобилей. Если территории недостаточно, то по итогам общего собрания составляется протокол, направляется в администрацию Преоксского района и заявление о возможности обустройства парковочных карманов или парковочной площадки на муниципальной территории. По адресу прохождения рейда составлено 29 протоколов. Фиксировать нарушителей могут и горожане. Для этого необходимо прислать фотографию госномера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места на электронный адрес с ваших экранов. Специалисты напоминают, что за парковку на газонах гражданам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим от 30 до 60. Нижегородские школьники завоевали 12 медалей на Одесских Олимпийских играх в Венгрии. Там ребята от 10 до 12 лет соревновались в теннисе, футболе, пляжном волейболе, борьбе, плавании и легкой атлетике. О других новостях далее короткой строкой. На Нижневолгской набережной временно ограничат движение транспорта. С 9 вечера 12 июля до 3 часов ночи 15 июля движение будет ограничено на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой, по Рыбному и Казарменному переулку, а также по улице Торговой. Связаны такие меры с проведением семейного мотофестиваля. Подростков накажут за живодерство. Согласно новому законопроекту, ответственность за данное преступление будут нести с 14 лет. Сегодня несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных с применением садистских методов и трансляцией в сети интернет. Россия оказалась среди стран-лидеров со склонениями от стандартного режима труда. 64% работников трудятся сверхурочно, иногда по ночам и в свои выходные. При этом большинство из них не получают дополнительную плату. В приверженности нестандартному графику работы Российскую Федерацию опередили Хорватия, Греция и Польша. Четверть российских школьников проводят летние каникулы дома. По данным опроса, на курортах Черноморского побережья и в летних оздоровительных лагерях отдыхают 16% детей. Треть ребят отправились этим летом в деревню или на дачу. 6% школьников на свои каникулы уехали в другие российские города, и лишь 5% родителей решили отправить своих детей за границу. 11 июля весь мир празднует День шоколада. Плитки, появившиеся еще в 19 веке, обожают не только дети, но и взрослые. Как выбрать популярный десерт, расскажем прямо сейчас. Только тертое какао и какао-масло – необязательные, но важные показатели в составе. Не путайте с какао-порошком или цитином. Пользы от такой пары вы не получите, вреда тоже, но вот качество и вкус очень пострадают. Главное, не забывайте, в качественном шоколаде содержание какао должно быть не менее 50%. Обязательно обратите внимание на этикетку. Производитель должен указать не только место изготовления и сроки годности, но и полный состав, включая все добавки, ГМО, долю какао-масла, процент какао-бобов, долю общего жира или обезжиренного остатка молока. Также специалисты напоминают, в день без вреда для здоровья можно съесть лишь 50 грамм плитки темного шоколада, но только в первой половине дня. Он сокращает риск сосудистых заболеваний и улучшает настроение. Ну а далее новости от наших партнеров, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Не справился с управлением и погиб авария в Лысковском районе. На трассе столкнулись три большегруза. Замена систем отопления, ремонт кровель и асфальтного покрытия. В Нижнем Новгороде продолжается приемка школ к новому учебному году. Сколько учреждений уже готовы? Необычная погоня, почему нижегородские спасатели в тренде и что такое альфакторная терапия? Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Упала с пятого этажа, но выжила. В Иксе 15-летняя девочка выпала из окна одного из домов в микрорайоне Гоголя. Врачи диагностировали перелом таза. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести. О других происшествиях в регионе расскажем далее. Пожар на улице Чаадаева. В среду около полвторого ночи загорелось здание. Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь охватил все строение – 480 квадратных метров. Тушили возгорание 46 человек и 9 единиц спецтехники. Причину пожара еще предстоит установить. К слову, человеческих жертв удалось избежать. Не справился с управлением и погиб. В два часа ночи в среду на Лысковской трассе столкнулись три грузовых машины. Водитель «Газели» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в две фуры. Автомобиль раскидало по разным сторонам дороги. 37-летний владелец «Газели» погиб. Еще один мужчина 47 лет получил травмы. ДТП в Арзамасе. Ребенок на велосипеде врезался в припаркованную иномарку. Мальчик ехал на двухколесном, наткнулся на бордюр и влетел в «Хендай Гетц». От сильного удара на машине осталась вмятина. Мальчик ударился спиной и головой. Сейчас владелец автомобиля ищет родителей подростка, чтобы возместить нанесенный ущерб. Если вы узнали ребенка, пишите в сообщение группы «Мой Арзамас». Не заметил столб. Еще одна авария в Арзамасе. Там владелец отечественной легковушки врезался в столб. Причем хозяин авто двигался на низкой скорости, но на повороте не успел завернуть. В итоге бампером протаранил световую опору. Столб немного пошатнулся, а на автомобиле остались вмятины. Крайне горячая шаурма. Около станции метро «Заречная» вспыхнул фургон, в котором готовили мясо в лаваши. Видимо, в этот раз шаурму перегрели и вместе с угощением сгорело и само помещение. По информации от очевидцев, обошлось без пострадавших, но многие любители фастфуда остались без обеда. Житель Нижегородской области выиграл в лотерею более полумиллиона рублей. Победу мужчине принес билет стоимостью всего в 30 рублей. На что потратит выигранную сумму счастливчик, пока неизвестно. Ну а о других финансовых новостях расскажем далее. Новый проект планировки парка Швейцария подготовят за 5,5 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 23 июля. Прежде всего, предстоит обследовать парк и нанести планы всех коммуникаций. Кроме того, подрядчик должен разработать предложение по выделению территорий для тихого и активного отдыха, спорта. Мест проведения массовых мероприятий, при этом зеленые насаждения должны быть максимально сохранены. Чуть более трети школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году. В остальных учебных заведениях заведутся работы по ремонту кровель, замене системы отопления, ремонту цоколей и асфальтного покрытия. Процесс приемки школ должен завершиться до 14 августа. На устранение предписаний в текущем году выделено 20 миллионов рублей. А на подготовку к учебному году 155 миллионов из разных источников финансирования. Россияне стали тратить больше денег за один поход в магазин. В июне средний чек жителей России составил 556 рублей. А в Приволжском округе эта сумма чуть меньше – 508 рублей. Для сравнения, жители столицы наоборот стали экономнее. Средний чек уменьшился на 2%, но при этом составил 706 рублей. В России появятся штрафы для работодателей, которые откажутся сменить зарплатный банк работника по его заявлению. Согласно документу, сумма выплаты для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 1000 до 5000 рублей. Для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Курсы американской валюты на пятницу – 63,79 рубля, евро – 71,56 рубля. Цена за баррель нефти марки «Бренд» – 67,42 доллара. Необычная погоня, почему нижегородские спасатели в тренде и что такое альфакторная терапия. Что еще интересного нам удалось найти в интернете, расскажем в рубрике «Социальные сети». Ну а пока в Нижнем на несколько часов прекратился дождь, граждане решили выйти на улицу и насладиться погодой. Вот такая компания радовала песнями местных жителей, их уже прозвали бреннинскими музыкантами. Только лениво не участвовал в «Боттлкап-челлендж». Нижегородский пожарный Дмитрий Апальков тоже решил не отставать от мировых трендов и попробовал открыть бутылку одним ударом. Спасатель усложнил себе задачу и произвел удачный удар в полной амуниции. Как вам такой удар нижегородца? Лучше, чем у Стетхама? Вот такие пешеходы перебегали на одной из дорог в области, а заботливые нижегородцы не смогли заставить их ждать. Вот так бы с людьми срабатывало, а то ждешь по 15 минут, пока пропустят. Ольга парфюмер. А Ольга факторная терапия – ее новая методика. Она лечит тяжело больных людей. Ее ароматы пробуждают воспоминания, дарят положительные эмоции. С запахами, которые мы создаем для детей, мы стараемся улучшить их психологическое состояние, улучшить аппетит. Снять напряжение нервное и, конечно же, физическое. Ольга собирается разработать линейку запахов для больных анорексией, ведь у этой болезни очень высокая смертность. Китайский дед угнал супермодный кар у своего внука. Спиди дед хотел добраться на машинке до работы, но тут ему на хвост сели патрульные. И, как назло, лежачий полицейский помешал оторваться от погони. В итоге до работы дед дошел пешком и еще и штраф заплатил. Ну а теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе «Первогородского». Не знаю, сессию закрыла. Вот. Где учитесь? В ННГУ имени Лобачевского на факультете журналистики. Закончила сессию. Теперь отдыхаю, наслаждаюсь летом. Я закончила третий класс на дни пятерки. Посещение зоопарка, огромные компании детей и взрослых. Очень понравился ваш город, все так красиво, люди хорошие, отзывчивые, все помогают, подсказывают. Спасибо вам. Сегодня случилось? Нет, буду поступать на режиссеры кинематографии. И в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Здравствуйте. В ночь на пятницу, 12 июля, в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность. Вероятность осадков 29%. Относительная влажность до 91%. Атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Температура воздуха плюс 13 градусов. Ощущать будем 12 градусов выше ноля. Ветер южный до 4 метров в секунду. В пятницу днем в Нижнем Новгороде не исключается дождь. Его вероятность 74%. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха составит плюс 17 градусов. Ощущаться будет также. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.